Я хочу прочитать несколько мест Писания. То, что мы сейчас прочитали на иврите, сейчас прочитаем на русском. «Возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилев в ревности моей, посему скажи ему, вот я даю ему завет мира, и будет он ему, Пинхасу, и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Имя убитого израильтянина, который был убит с медиатянкой, была Зимри, Сим Салу, начальник поколения Шимона, а имя убитой медиатянки Казби, она была дочь Цура, началика Аммофа, племени Мадиамского». И написано дальше, еще там было пару стихов. «И сказал Господь Моше, враждуйте с медиатянами и поражайте их». Я скажу вам честно, когда я прочитал эти местописания, готовясь к проповеди у себя дома, и здесь написано «Враждуйте с медиатянами и поражайте их». Я сказал себе, мне уже достала эта война по полной программе. Это было и тогда, а сейчас еще раз. И хотя сейчас это не медиатянитяне, а жители Газы и хуситы, но неважно, они просто достали. «Отец наш Небесный, моя молитва, чтобы ты принес нам победу в этой войне, и чтобы ты наших мальчиков и девочек вернул живыми и здоровыми, и чтобы ты исцелил всех раненых, насколько это возможно. И дай, пожалуйста, утешение тем, которые потеряли своих близких. Во имя Иешуа. Аминь. Наша недельная глава Пинхас, но нужно вернуться немножко назад, для того, чтобы понять, что произошло. Мы с Ниной взяли перерыв на прошлой неделе, но Исаак касался этой темы, говорил об этом. Очень важно понять состояние. Наши соседи. Моав. Кто знает, где Моав находится? Если вы по 90-й трассе едете по направлению к Илату, кто когда-то ездил по этой дороге в Илату? С левой стороны, вы видите очень красивые горы. Особенно если вы едете по дороге от Мертвого моря, и по дороге в Илат, там очень красивые горы. Это раньше там жил Моав. Моав – это наши родственники. И Бог сказал народу Израиля, помните, И Евраам, и у него был племянник, его звали Лот. У Лота были два сына. Амон и Моав. Моав – это очень близкая семья. И Бог сказал народу Израиля, пройдите через Моав в вашу землю. Они вышли от горы Синай и должны были зайти в землю обитованную. И Бог сказал им, когда вы зайдете на землю Моава, не делайте там никакой войны. Заплатите им за то, чтобы пользоваться их едой и водой и пройдите мирно. Но в то время у Моавитян был царь, его звали Балак, и у него была паранойя. Он просто ему зашло в голову, что Израиль сделает ему зло. Я хочу здесь на секунду остановиться. Подумайте про такую ситуацию, что, например, у вас произошла какая-то паранойя в отношении человека близкого к вам. Он так обо мне подумал, он так на меня посмотрел, именно это он хочет со мной сделать. Он вообще и ни сном, ни духом о том, что он там собирается тебе что-то сделать, но у тебя, благодаря твоей паранойи, ты себе выстроил уже такого слона в голове, что этот твой ближний хочет сделать тебе зло, а он вообще понятия не имеет об этом. У кого-то были в жизни такие ситуации? Поднимите руки. Именно поэтому написано в Новом Завете, если ты что-то думаешь про своего ближнего, иди и поговори с ним. Не взращивай свою паранойю. Иди и поговори с твоим ближним. Я вижу, что здесь люди засыпают во время того, как я говорю. Наверное, я во время своего отпуска получил дар от Бога к, как это сказать, анестезиолога. Азани, они умер лё. Нет, я не анестезиолог. Аз леку к ку-кос кафе. Возьмите, пожалуйста, себе кофе налейте. Бамидбах есть кафе. Есть хороший кофе на кухне. Вальтер даму. И не спите. Так вот, если вы вдруг чувствуете паранойю, как балак, подойдите и поговорите. Не нужно сразу начинать войну. И вы, в конце концов, останетесь в прибыли. И этот конфликт, который, в принципе, даже не ожидается на горизонте, закончите его до того, как он разразился, и продолжайте дружить. Слышали меня? Это практический совет. Но балак не читал Новый Завет. Поэтому он начал придумывать, как заняться своей существующей проблемой. И он возродил, не возродил, а сотворил эту духовную битву. И он, в противовес Моше, нашел одного человека, очень известного в то время, его звали Валаам. Бил-Ам. Бил-Ам, Валаам. У Айя Неви. Балам был пророк. У лё дибер им сшидим. Он не говорил с бесами. У дибер им Элухим, катув על זה Бабирур. А не олег, ливгошет Элухим, Адонай. И он говорил с Богом, и об этом написано очень ясно, что я пойду и услышу от Бога, от Господа Бога. Гам у дибер им Малахим. Он также говорил с ангелами. Ло им ашидим. Не с бесами. Ло им асатан. Не с дьяволом. Или им Малахим. Он говорил с ангелами. И несмотря на это, он сделал балаган. Мы из этого учим, что мы тоже, которые стали усыновленными детьми Богу через Господа Ишуа. и в потенциале, мы можем говорить с Богом, и также слышать ангелов. Если мы не наблюдаем если мы не наблюдаем за нашим внутренним состоянием, тогда у нас может начаться большая проблема с Богом, и мы можем очень сильно заблудиться. Новый Завет говорит о грешной плоти, которая живет, о горьком корне, который живет в нас. И он существует у каждого человека. Можно говорить это как злой корень. Или внутренний дьявол. Самое опасное. И нам нужно внимательно наблюдать за тем, чтобы не дать ему возврасти, но Божье силой уничтожить его. И постоянно Шауль в послании Коринфянам говорит об этом, что то, что от Бога я взращиваю, а то, что плотское, то я постараюсь уничтожить. У Валама был внутренний дьявол, который назывался Серебролюбия. И этот грех Серебролюбия победил его. Несмотря на то, что этот человек мог слышать Божий голос и видеть ангелов. Но что у него также было странное имя? Билям. Есть шней дворим, ше и в Шарли рот ба-еврит бе-тох шмо. Есть двое вещи, которые на иврите можно увидеть из его имени. Бала проглатывать. Бала-амим. Бала-амим, это он заглатывал народы. А я лу-кох у него была сила. Яхал ликалел. Он мог проклинать. А вальгам бешмо а нахну руи машуще кашур лимила бавель. Но также в его имени есть бавель, что значит путать. Ли бальбель. Путать или смешивать. А с боецем у Ицлиргам базе. И он в этом тоже преуспел. А вальгше у азар ба-миркафаем. Но когда он в кавычках помог ле-балаку ле-балаку ле-балбель ам Исраээль запутать народ Исраэль он также причинил вред себе. И это то, о чем говорит Новый Завет. Кто поднимает меч тот от меча и погибнет. Тот, кто для кого-то роет яму может спокойно в эту яму угадить. И то, что Билам пытался сделать народу Израэля он этим самым разрушил свою жизнь. Здесь мы учим что-то еще. Вы слышали уже, услышали меня, да, что я сказал, что у него сидел этот внутренний дьявол, этот внутренний грех и грех называется серебролюбие, любовь к деньгам. И он дал этому злому корню серебролюбию победить его. Это то, что уничтожило его. Я хочу сказать несколько вещей про деньги. Деньги это не зло. А любовь к деньгам это зло. Если ты преуспеваешь в своей работе или бизнесе и у тебя есть деньги и Бог дает тебе мудрость правильных использовать это большое благословение. Но когда ты начинаешь быть жадным это проблема. Есть люди у которых меньше денег. тут нужно понять и научиться почему. Возможно у вас проблема как распоряжаться деньгами. возможно вы каждый день тратите на кофе или сэндвич который вы покупаете тут 40 шекелей там 30 и вы думаете что это глупости. может быть вам стоит сделать какой-то счет и управлять деньгами более мудрым способом. Но деньги это не зло. Но когда деньги над нами властвуют это очень большая проблема. я думаю что в основном люди здесь понимают. Но я еще раз хочу открыть эту возможность. Если здесь кто-то есть который говорит сам себе я не умею управлять деньгами. Если у кого-то есть такая проблема когда у вас вроде бы есть деньги но вы не можете ими управлять подойдите ко мне я может быть позову какого-то профессионала и финансового консультанта и он может нам дать семинар. Еще кое-что. Билам пытался проклясть народ Израиля и он не преуспел в этом. Кто помнит этот рассказ? Кто читал его? Он несколько раз пытался но произносил благословение. И в нашем седури есть мало китай из обракот что есть очень много слов которые мы записали из тех благословений которые своими устами произнес билам. Но билам тави что говорят, что плоти, кровь, это не что? Ты духовный человек. Ты душа, ты дух, ты духовный. Послушайте, мы это соединение плоти, души и духа. Иногда человек получает раны физические, ударился, порезался, но это может сделать внутренние раны и наоборот. Бог сотворил нас духовными плотскими и одновременно. И когда мы получаем благословение, или духовное, или физическое, так же и вся наша сущность благословляется. Если мы получаем раны, или духовные, или физические, то и вторая наша часть так же получает раны. И вот пришли эти женщины медиамские. И они начали танцевать. И как будто облако застилало глаза Муша, он не мог сказать ни слова. И они там начали делать дискотеку. И начали соблазнять израильских мужчин. Это было не только сексуальное соблазнение. Но они так же в этих оргиях заставили их поклоняться БААЛ-ПЕОРу. Я хочу рассказать, что это за ИДАЛ. Но сначала про отношения между мужчиной и женщиной. Это касшур для каждой гебер цаир, или יותר мивугар. Это касшур для каждой женщины цаира, или יותר мивугар. Это сейчас относится к каждому мужчине или парню, каждой девушке или женщине. Есть пути святости. А есть пути греха. Сегодня мир говорит, что грех уже не грех. Послушайте внимательно сейчас. Когда сейчас то, что вы смотрите и видите вокруг, и то, что Танах явно определяет как грех, мир нам сегодняшний говорит, что это не грех. Не открывайте свой дух и душу для лжи этого мира. Это та Тора, которую Бог передал, руководству Моисея, народу Израилю, и всем верующим из других народов Господа Ишо. Есть сексуальные отношения, которые допускаются по Торе только между мужем и женой. А если какая-то женщина вдруг почувствовала, что она мужчина, или наоборот, или мужчина вдруг почувствовала, что он женщина, это уже психбольница. Это уже бес. Нужно дать определение. Это бес. Который просто путает человека. И если ты хочешь быть сыном или дочерью Божьей, тебе нужно очень внимательно сохранять свою интимную связь только с мужем и женой. И если кто-то впал в грех, очень важно покаяться. И построить свой путь заново. Акшар, они, написано, поклонялись перед БАЛ, как на русском, БАЛ-ПЕОР? БАЛ-ПЕОР. 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 ЛЮ-ДЕЯ. Это было очень странное поклонение. УЛАЙ ШАМАТЕМ ОЛЬЗЕ, УЛАЙ ЛЮ. Возможно, вы слышали про это, возможно, нет. Они посадили этого ИДОЛа. И они приходили к этому ИДОЛу. И они свои естественные нужды справляли перед этим ИДОЛом. На публичном обозрении. Это просто мерзко. И нормальному человеку это все выглядело, естественно, мерзко. Но там было духовное заблуждение и ложь, настолько сильное, что люди Торы говорили вместе. МОРДИМ МИШКАФ МИХНОСАИМ ВОСИМ ЭТА ЦРАХИМ КАХА БАПУМБИ МУЛА ИЛИЛЬ. Это было просто ЗВАА. Люди, которые знали ТОРУ, мужчины и женщины, вместе на публике снимали свои штаны и справляли свои естественные нужды перед этим ИДОЛом. ВАХАРЕЕМ НАФЛУ АЛЯ БЕРКАЕМ и делали очень странные движения. ПОХОЖЕ НА МОЛИТВЫ МУСУЛЬМАН КАКДА ОНИ СЕГОДНЯ МОЛЯТСЯ. КАКДА ОНИ ПАДАЮ ТАКОЛЕНИ ВЕРАМБАМ И РАМБАМ, знаете, кто такой РАМБАМ? ПИСАЛ ОБЭТОМ. Он говорит, что я уважаю мусульман КИ ЭМ ИГИЮ ЛЕМУНА БАЭЛ ЕХАД ПТАМУ ЧТО ОНИ ТЕ, КОТОРЫ ВЕРАТ У НИХ ВЕРА В ЕДИНОГО БОГА АВАЛ ЕМ КВАР БААЦММАМ ЛО ЮДИМ МА ЭМ ОСИМИ МА ТЕНУА АЗО НО ОНИ САМИ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ ЭТИМ ДВИЖЕНИЕМ КИ ПАМ ЭМ АЮЮ ЦААЦАИМ АУБДЕЙ ЭЛЕЛИМА ЭЛЕ ПОТОМУ ЧТО ЭТИ ДВИЖЕНИЕ ДЕЛАЛИ ИДОЛОПОКЛОННИКИ БААЛ ПЕОРА АНИ ПРОДЛУЖАЮТ АСТАКШИВУ ЭТА АВОДА АЗОТ ЭТА РАБОТА ЭТА ПОКЛОНЕНИЕ БААЛ ПЕОРУ БЫЛО МЕРЗКОЙ ВОНЮЧЕ ЭТА БЫЛО ОСКВЕРНЕНИЕ НЕЧИСТОТА ЭТА ПРОСТО БЫЛО ЧТО ОЧЕНЬ МЕРЗКОЕ И что интересно, что ТОРА УЧИТ НАС СОВЕРШЕННО ДРУГОМУ В КНИГИ ЧИСЛА В 23 ГЛАВЕ НАПИСАНО Если тебе нужно справить свои естественные нужды УЙДИ ЗАСТАН ДАЛЕКО И ПОСЛЕ СЕБЯ ЗАКАПАЙ ПОТОМУ ЧТО ГОСПОДЬ БОГ ТВОЙ ХОДИ ПОСРЕДИ ЛАГЕРЯ И МЕДУБАР АЛ ДВАРИМ ИНТИМИМ КАТУВ ТИТРАХЕК ЗЕ МАКОМ ШЕЛХА ВЕШЕЛ ИШТИХА БЕЛВАД ВЛО РОИМ АХЕРИМ И КАГДА ГОВОРИТСЯ ПРО ИНТИМНУЮ СВЯЗЬ ТОЖЕ НАПИСАНО ОТДАЛИСЬ ОТ ВСЕХ Это МЕСТО ТВОЁ И ТВОЕЙ ЖЕНЫ И ЧТОБЫ НИКТО ЭТО НЕ ВИДЕЛ И КАГДА ГОВОРИТСЯ ТАКЖЕ ПРО ВОНЬ ГОВОРИТСЯ ЧТОБЫ У ТЕБЯ ЭТОГО НЕ БЫЛО БУДЬ ЧИСТЫМ ОЧИЧАЙ СВОЕ ТЕЛО И ПУСЬ ОТ ТЕБЯ ИСХОДИТ БЛАГАУХАНИЯ ДЛЯ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ВБРИТСЯ ОПИЛУ ОМЕРЕТ ШЕРЕХ НЕХОАХ ЙУЦА МИМХА И НОВЫ ЗАВЕТ УЖЕ ДАЖЕ АПРЕДЕЛИЛ ШТО ПУСЬ БЛАГАУХАНИЯ ИСХОДИТ ОТ ТЕБЯ ЗЕ ЛО СТАМ АЯКОЛ ЭТОИМ АЕЛЛЕ ШЕ КШЕЙЩУА НОЛАД ИВИЮЛО МОР ВЕЛАВАНА ЗЕ ДВАРИМ ШЕ РЕХ У ТАГОР У ЙЕФЕ НЕ ПРОСТО ТАК КАКДА РОДИЛСЯ ЙЕШУА ЕМУ В ДАРЫ ПРИНЕСЛИ КРОМЕ ЗОЛОТА И ЛАДАНА ТАКЖЕ БЛАГАВОНИЯ КОТОРЫ ДАЮТ ТАКОЙ СВЯТОЙ ЧИСТЫЙ ЗАПАХ ПОСМОТРИТЕ ЧТО СЕЧАС ПРОИСХОТ В МИРЕ ВСЕ ЧТО КАСАЕТСЯ ИНТИМНОЙ СВЯЗИ ПЫТАЮТСЯ ОТКРЫТЬ ЧТОБЫ ОНА БЫЛА ПУБЛИЧНОЙ СВЯЗИ И КАКИМТО ОБРАЗАМ ПРОСТО ОБНАВЛЯЕТСЯ ЭТА РАБОТА ПОКЛОНЕНИЯ БААЛ ПЕОРУ АЗ АНИ РУЦЕ ПАШУТ ЛАГИДЬ ФРАЗА У ЦИТАТ МЕ БРИТА ХАДАША АВАЛ АТА АМ КАДОШ АТА МАЛХУТ КОХАНИМ Но я хочу сказать, опять повторить эту фразу из Нового Завета Но ВЫ РОД ИЗБРАНИ ЦАРСТВЕННОЕ СВЯЩЕНСТВА И СОХРАНИТЕ СВОЙ ПУТЬ СВЯТОСТИ Я ПРОДЛЖАЮ БАКИЦЕР АМ ИЗРАЭЛ НАПАЛ НАРОД ИЗРАЕЛЯ УПАЛ ВЕГИЮ МИШПАТИМ И ЕСТЕСТВЕННО ОН ПОЛУЧИЛ КАК РЕЗУЛТАТ СУТ ВЕЛЕФАНИМ АНЕХНУ ХОШВИМ ЛО, АНЕХНУ ЭХ НЕХНУ ОХОВИМ ЛАГИДАТ АНЕХНУ ХАИМ БАХИВРА МЕТУКЕНЕТ КАК МЫЛЮВИМ АНЕГДА ГАВАЛИТЬ МЫ ЖИВЮМ ВИСПРАВЛЕННОМ ОБЩЕСТВИМ ПРОГРЕСИВИМ ПРОГРЕСИВНОМ ОБЩЕСТВИМ АНЕХНУ БААЦМЕНУ ОСИМ МИШПАТ МЫ САМИ СЕБЕ СУТ НИКТО НЕ ОТМИНИЛ БОЖЬИ СУДЫ НИКТО НЕ МОЖЕТ ИХ ОТМИНИТЬ КАНАХНУ КАРАНУ АЙОМ МИЙОХНЕНН ХАМЕШЕСРЕ КАКДАМЫ СЕГОДНИ ПРОЧИТАЛИ ЗЕУАННА ПЯТНАТСАТОЙ ГЛАВЫ НАПИСАНА ЧТО ВЫ ВЕТВИ ВЕМ АТМИЯВИШИМ АЗ АБА УХОТЕХ ОТТАМ ВЕМ АТМИЯВИШИМ АЗ АБА УХОТЕХ ОТАМ ВЕСЛИ ЭТИ ВЕТВИ НЕ ПРИНОСЯТ ПЛОДА ТО БОГ ИХ ОТРУБАЕТ ВЕАННИЛИ ЦАРАИ ХАЯБЛА ГИДЬ ШАНАХНУ КАМ АКСЯВ ТАХАТ НИШПАТ МЕОД МЕОД КАВЕД ШЕЛ ИЛОХИМ ВЕМЕЙ ПИНХАС МЕМАГИФА 24,000 ИШ МЕТУ МЕМАГИФА АЙОМ БИКЛААЛХАТАИМ ШЕЛАМЕНУ ВЕАННИЛИ ЗА ГРЕХОВ НАШЕГО НАРОДА ВЕАННИЛО ЮДЕЙ БИДЮК ЭЙЗЕ АТЕМ ГАММА НАХНУ ЮДИМ ВЕЛЮ ЮДИМ Я НЕ ЗНАЮ КАКИЕ КОНКРЕТНО ГДЕТО ЗНАЮ, ГДЕТО НЕТ АВУДАТЕЛИЛИМ ИДЛОПОКЛОНСТВА БЕЗОТВЕТСВЕННО ВЗЯТКИ АГАВАТ ШИЛТОН КОРУПЦИЯ, ЛЮБОВЬ К ВЛАСТИ УНИЖЕНИЯ БОЛЕЙ СЛАБОГО ЧЕЛОВЕКА СМОЛАНИЮТ ЛИВИЗНА О, ЯМИНИЮТ ИЛИ КАГДА ТЫ УЛЬТРА ПРАВЫЙ БЕЗПРИЧИННОЯ НЕНОВИСТЬ ГНИВА ВОРОВСТВО ТАВАТ БАСАР ПОГАТЬ ПЛОТИ ЙЕШЬ РЕШИМА АРУКА ВЕЗЕ АНАХНУ АМ ИСРАЕЛЬ И ЭТО МЫ, НАРОД ИЗРАЕЛЬ ВЕММЕШПАТИМ СЕЛЛОХИМ АНАХНУ ИБАДНУ МАЛ ЭЛЕФ МАТАИМ ЕЗРАХИИМ ВКИМАТ ШЕШМЯУТ ТЕШИМ ХАЙАЛИМ ИЗ-ЗА БОЖЬИХ СУДОВ МЫ ПАТИРИАЛИ БОЛЕ ТЫЩУ ДВЕСТИ МИРНЫХ ЖИТЕЛИ И ШЕССОТ ДЕВЕНОСТА СОЛДАТ ВЕАБА ТИСЛАХ 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 ЛАНУ ПРОСТИ НАМ ОТЕЦ НАШИ ГРЕХИ И ОЧИСТИ НАС ОТ ЭТИХ ГРЕХОВ ССВЯТОЙ КРОВЮ ГОСПОДЕ ИШУ ВЕИНЕ ПИНХАС ИТМАЛА БКИНА КАТОРЫЙ ВОЗРЕВНОВАЛ СВЯТОЙ РЕВНОСТЬ ВЕУ АРАК КИЗБИ ВЕЗИМРИ И ОН УБИЛ ЗИМРИ И КАЗБИ УИТМАЛА БКОАХ ЭЛУХИМ ОН НАПОЛНУЛСЯ БОЖЬЮ СИЛОЙ УЛЬОАЯ МАМАШ МЕЦААЦЕЯ ГА КОГАНИ МОШЕЛЕТ ОН НЕ БЫЛ ОСНОВНОЙ СВЯЩЕННИЧЕСКОЙ ЛИНИИ АЛЬОЯЛО СХУТ ЛААСОТ ЭТА АХЛАТОТ БА БАРАМАКАЗОВ У НЕГО НЕ БЫЛО ПРАВА ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ НА ТАКОМ УРОВНЕ И ДАЖЕ МОШЕ НЕ ЗНАЛ ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ АВАЛЬЕЛУХИМ МЕЛА ЭТ ПИНХАС БОГ НАПОЛНИЛ ПИНХАСА БЕ РУАХ ГВУРА ДУХАМ ГЕРОЙСКИМ ВЕ УАСА МАШЕ УАСА И ОН СДЕЛ ВЕ УАЦАР ЭТА МАГИФА И ОН ПРИКРАТИЛ ЭТО ЭПИДЕМИЮ ВЕ УАЦАР ЭТА ХЕТ И ОН ПРИКРАТИЛ ЭТАТ ГРЕХ ВЕ БАМИКРА ЭЗЕ АНИ РОЦАЛ ЛИКРОМ МАШЕУ МЕ БРИТА ХДАША И Я ХАЧУ ВОТ В ЭТАМ СЛУЧАЕ ПРОЧИТАТЬ КОЕ-ЧТО СНОВА ЗАВЕТА ИЗ ПОСЛАНИЯ К ЕВРЕЯМ ИГЕЛЕТ ЭЛА ЕВРЕМ БОБАКАША ХЕВРЕТ ТЕВТИХУ БААСАПА СЕЛАХЕМ КАНИ РОЦАЛ КАЖЕ НА СВОЮ ЯЗЫКЕ ПОСЛАНИЯ К ЕВРЕЯМ Я ХАЧУ ПРОЧИТАТЬ НА РУССКОМ 11 ГЛАВА С 33 СТИХА ПО СОРОКОЙ 11 ГЛАВА С 32 СТИХА Здесь говорится про людей КОТОРЫ ПОХОЖИ НА ПИНХАСА НЕ ДОСТАЁТ МНЕ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ О ГИДОНЕ БАРАКЕ САМСОНЕ И ФАИ О ДАВИДЕ И САМУИЛЕ О ДРУГИХ ПРОРОКОХ КОТОРЫЕ ВЕРОЮ ПОБЕЖДАЛИ ЦАРСТВО ТВОРИЛИ ПРАВДУ ПОЛУЧАЛИ ОБЕТОВАНИЯ ЗАГРАЖДАЛИ УСТА ЛЬВОВ УГАШАЛИ СИЛУ ОГНЯ ИЗБЕГАЛИ ОСТРЕЯ МЕЧА УКРЕПЛЯЛИСЬ ОТ НЕМОЩИ БЫЛИ КРИПКИ НА ВОЙНЕ ПРОГОНЯЛИ ПОЛКИ ЧУЖИХ ЖЕНЫ ПОЛУЧАЛИ УМЕРШИХ СВОИХ ВОСКРЕЗШИМИ ИНЫЕ ЖЕ ЗАМУЧЕНЫ БЫЛИ НЕ ПРИНЕВ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДАБЫ ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ДРУГИ ИСПЫТАЛИ ПОРУГАНИЕ И ПОБОЙ А ТАКЖЕ УЗЫ И ТЕМНИЦУ БЫЛИ ПОБИВАЕМЫ КАМНЯМИ ПЕРЕПИЛЬВАЕМЫ ПОДВЕРГАЕМЫ ПЫТКИ УМИРАЛИ ОТ МЕЧА СКИТАЛИСЬ В МИЛОТЯХ И КОЗЬИХ КОЖАХ ТЕРПЯ НЕДОСТАТКИ, СКОРБИ И ОЗЛОБЛЕНИЯ ТЕ, КОТОРЫХ ВЕСЬ МИР НЕ БЫЛ ДОСТОИН СКИТАЛИСЬ ПО ПУСТЫНЯМ И ГОРАМ И ПО ПЕЩЕРАМ И УЩЕЛЬЯМ ЗЕМЛИ И ВСЕ СИИ СВИДЕТЕЛЬСТВЕННЫЕ В ВЕРЬ НЕ ПОЛУЧИЛИ ОБЕЩАННОГО ПОТОМУ ЧТО БОГ ПРЕДУСМОТРЕЛ О НАС НЕЧТО ЛУЧШЕЕ ДАБЫ ОНИ НЕ БЕЗ НАС ДОСТИГЛИ СОВЕРШЕНСТВА КАНАНАХНУ КУРИМ АЛЬГИБУРЕЕМУНА ДЕСЬ МИ ЧИТАЕМ ПРО ГЕРОЕВ ВЕРЫ КОТОРЫЕ ПОХОЖИ НА ПИНХАСА КОТОРЫЕ В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МОМЕНТ ПОЛУЧИЛИ СИЛУ АТ БОГА ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД Я УЧИЛ О МОЛИТВЕ ВАНИ СИПАРТИ ШЕ МИДЕЙ ПАМ Я РАССКАЗАЛ, ЧТО АНАХНУ ЛО МИТПАЛЕЛИМ РАК АЛЬ ЦРАХИМ АЯЩИИМ ШЕЛАННО АБА, НИ ЗАКУК МЫ НЕ ТОЛЬКО МОЛИМСЯ О НАШИХ ЛИСНЫХ НУЖДАХ ОТЕЦ, Я НУЖДАЮСЬ В ЭТОМ ЭЛЕ ПИТОМ АНАХНУ МИГАЛИМ ЭЛЛУХИМ БАШЕМ МИСУЯМ ВДРУГ МЫ ПОЛУЧАЕМ ОТКРОВЕНИЯ ОБОГИ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ ИМЕНЕМ ВЕКСЕ НАХНУ МИГАЛИМ ЭТАЩЕМ АЭЛЛУХИМ АЗЕ ШЕУ НОТЕНЛАННУ ЛИГАЛОТ САВИР ЛАНИЕК ШЕ ЗАЦУВА РАК БИШВИЛХА СКОРЕЙ ПСЕБО ЭТАТВЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ АВАЛЬ ГАМ ЗАЯХОЛ ЛИЙЙОТ ЭТГАР БИШВИЛХА ЛАВИ ЭТА ИТГАЛУТ АШЕМ АЗЕ ЛИАНАШИМ МИССОВИВЕХА ВЕЗМОЖНО ДЛЯ СУДАЛЬТА ВЫЗОВ ДЛЯ ТАГО ЧТОБЫ ОТКРОВЕНИЯ ОБ ЭТАМ ИМЕНИ БОГА ПОДЕЛИТСЯ С ОКРУЖАЮЩИМ ВЕЗЕ ЯШПИЯ И ЭТА МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА МНОГО ЛЮДЕЙ ЛИДУГМА ЙОМ ЕХАД АМ ИСРАЕЛ БАМИДБАР СОВЕЛ МНЕШИКОТ СЕЛА НАХАШИМ ПИТОМ ЭЛУГИМ МИГЛАЕТ АТСМО ЛЕМОШЕ ИМ ШЕМ АДОНАИ НИСИ ТАГДА БОГ ОТКРЫЛ МОИСЕЕЮ СЕБЯ ИМЕНИМ ГОСПОДЬ ЗНАМЯ МОЮ ВЕУМЕР ЛАМ ИСРАЕЛ ТИСТАКЛУ АЛЛАНИХУШТАН АЗЕ И ОН ГАВРИТ НА АРОДУ ИЗРАЕЛЯ ПОСМОТРИТЕ НА ЭТАГО МЕДНОГО ЗМЕЯ ВЕТИКАБЛУ РЕФУА И ПОЛУЧИТЕ ИСЦЕЛЕНИЯ ВЕАНАШИМ АЮ КВАР ГОССИМ КИМАТ МИТИМ МИСТАКЛИМ АЛЛАНИХУШТАН ВЕМЕТРАПИМ ИЛЮДИ ПОСЛЕ УКУСА ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ УЖЕ БЫЛИ МЕРТВЫ НУ КАДА ОНИ ПОСМОТРИЛИ НА МЕДНОГО ЗМЕЯ НИ ПОЛУЧАЛИ ИСЦЕЛЕНИЯ ЛЕДУГМА ААБА ШЕЛАНУ ЯАКОВ НАПРИМЕР НАШ ПРАОТЕЦ ЯАКОВ ЙОМ ИХАД УЛОХЕМ ИМАМАЛАХ ПТИХАТ ШЕМ ШЕЛ АДОНАИ ИСРАЭЛ ЗЕ СЕЙЯХ ЛЕДУШЕЗЕ ИМА АДНОЙ ЗИМЕН БОГА ИСРАЭЛЬ КНАЗ БОЖЬ ПРИНАДЛИЖИТ ЕМУ ВЕПИТОМ ХАИМ ШЕЛ ЯАКОВ МЕШТАНИМ И СТОМО МОМЕНТА ЖИЗНИЯ КОВА ИЗМИНИЛАСЬ ООО У МЕКАБЕЛ ШЕМ АХЕР ЙЕШУРУН ИЛИ ОН ПОЛУЧАЕТ ИМА ЙЕШУРУН ЙЕШАР ИТАНОВИТСЯ ЧЕСНЫМ ИТАНОВИТСЯ ИТАНЛЬ ЛЮДИ ВОКРУГ ВИДЯТ ЧТО ЭТА ИМА ДЕЙСТВУЕТ В ЭТЕМ ЧЕЛОВЕКЕ ПРИЯШУРА НАПИСАНО И ПРИЯШУРА НАПИСАНО И ПРИЯШУРА НАПИСАНО В ИСАИИ ДЕВЯТАЙ ГЛАВЕ С ШЕСТОВА СТИХА Откройте, пожалуйста ИСАИЯ ДЕЙША ИСАИЯ ДЕВЯТАЙ ГЛАВЕ В ИСАИЯ ДЕВЯТАЙ ГЛАВЕ Там написано ШЕМОТ СЩОНИМ ШЕЛ ЭЛУГИМ ИЮ АЛЛАВ ЗАЯХЕЛЕК МИА КРИЯШЕЛО ЧТО ЧАСТЬ ЕГО ПРИЗВАНИЯ ЭТА ИМЕНА БОГА КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИБЫВАТЬ НА НИМ В ИНЕ МЛАДЕНЕЦ РОДИЛСЯ НАМ СЫН ДАН НАМ ВЛАДЫЧЕСТВА НА РАМЕННОХ ЕГО И НАРИКУТ ИМЯ ЕМУ ЧУДНЫЙ СОВЕТНИК БОГ КРЕПКИ ОТЕЦ ВЕЧНОСТИ КНЯЗ МИРА ЛЕДУГМА ШЕМ ПЕЛЕ КАКДА ИМЕ КАКДА ЙЕШУА ХОДИЛ ПАЗЕМЛЕ ПОМНЕТЕ ЧТО ОН СККАЗАЛ ТОТ КТО ВИДЕЛ МЕНЯ ВИДЕЛ ОТЦА КИ НИФТИХУ НИСИМ БЕНИФЛАОТ ПЛАИМ ПТАМУ ЧТО ОТКРЫЛИСЬ В НЮ ЧУДЕСА ИЗНАМЕНИЯ ВЕАНАШИМ ХАБУ ЭТЗЕ ИЛЮДИ ПЕРЕЖИВАЛИ ИХ О, АВИ АД ИЛИ АВИ АД ВЕАНАШИМ ОМРУ ВАУ, ИКАРТИ ОТО ВЕЕШУА АМАР НИ ШЕЙКИР ОТИ АЗ ОТЕМ ЮДИМ ШАНИ ДЕРЕХ ВЕЕМЕТ ВЕДЕЛЕТ ЛЕЛОГЕЙНУ ИЛЮДИ КГДА УЗНАВАЛИ ИГО И ПОЛУЧАЛИ ОНЮ ОТКРЫВЕНИЯ ТОЙ КТО ПОЗНАЛ МЕНЯ УЗНАЛ ПУТЬ КСАМАМУ БОГУ О, ЭЛ ШАЛОМ ИЛИ ЭЛ ШАЛОМ, БОХ МИРА ВЕИНА ТОМАС АБАХУР И ФАМАУ У КТОРОВА БЫЛА БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА СТЕМ, ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ ОН ПОСНАТРЕЛ НА НЕГО И СКАЗАЛ ГОСПОДЬ МОЙ БОГ МОЙ О, ЕШЬ ОД ЕХАД МЕАШИМОТ ШЕБАЙШАЯ МИДУБАР АЛ МАШИЯ ИМАНУЭЛ ИТАКЖЕ ОДНО ИЗ ИМЕН КОТОРЫЕ ИШАЯ НАПИСАЛ АМАШИЯ ЭТА ИМАНУЭЛ СНАМИ БОГ ВЕТАЛМИДА ВЕГАМ АХЕРИМ ОММЕРИМ АТА БЕН-ЕЛУХИМ ХАИМ ЭНЛАНУ ЭХАРИМИ ЛАЛЕХЕТ АКСЯБ И ТЕГДА УЧЕНИКИ ПОСМАТРЕЛИ НА НЕБУ И СКАЗАЛИ ТЫ СЫН БОГА ЖИВОВА У НАС БОЛЬШЕ НЕЗАКИМ ЭТИ ВЫХИНЕ АНАХНО АЙОМ И ВОТ МЫ СЕГОДНЯ АНАХНО ЛУМДИМ АЛ ПИНХАС ВОТ МЫ ИЗУЧАЕМ ПИНХАСА ВААЦМ НИГЛАЛЛО ШЕМ ЭЛ ГИБОР КИ ООВАТ БАГИБОРУТ СЕЛ ЭЛЛОХИМ НЕГД ХАТАИМ И АТКРИЛАСЬ ЕМО ИМА БОГ КРЕПКИ ПТАМУ ШТА ОН ВОЗРЕВНОВАЛ БОЖЬЯ РЕВНОСТЬ ПРОТИВ ГРИХОВ ВАНАХНО АЙОМ И МЫ СЕГОДНЯ ИХ АНАХНО ДЕРХ ЙШУА ЯКОЛИМ ЛИРОТ ОТ ШЕМОТ ШЕЕЛЛУХИМ НОТЕН ЛАНУ УРЦЕЛАНУ ЛИГАЛЛОТ ЛЕФНЕЙ ЧАНЕ ИДАБЕР АЛЬЗЕ АНИ РОЦЕЛЛАГИД ЛИКРО ОТ ПАСУК КАМА ПСУКИМ БАБАКАША ТИВТИХУ ЛУКАС ЛУКАС АТ ЛУКИ 21 ГЛАВА 21 ГЛАВА ЛУКИ 25 И 26 СТИХИ И ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ СЕГОДНЯШНИЕ НАРОДОВ И ИШО ГОВОРИТ, ЧТО ДО ТОГО КАК ВСЕ СОВЕРШИТСЯ И БУДУЦИИ ЗНАМЕНИЯ В СОНЦЕ И ЛУНЕ И ЗВЁЗДАХ А НА ЗЕМЛЕ УНЫНИЕ НАРОДОВ УНЫНИЯ, ДЕПРЕССИЯ У НАРОДОВ И НЕДОУМЕНИЕ И ЛЮДИ БУДУТ ИЗДЫХАТЬ ОТ СТРАХА И ОЖИДАНИЯ БЕДСТВИЙ, ГРЯДУЩИХ НА ВСЕЛЕННУЮ ЗЕ БАЯЦЕМ ТМУНАМИ ОТ ДОМА МАШИ АКШАВ АНАШИМ ХОВИМ АНАШИМ БЕПАХАД РАВ ЛЮДИ НАХОДИТСЯ В СТРАШНОМ СТРАХЕ БОЯТСЯ, ЧТО НАСТУПИТ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА КОТОРУ ТАКЖЕ МОЖНО НАЗВАТЬ ВОЙНОЙ ГОГА И МАГОГА И МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО УЖЕ ПРОИСХОДИТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО НЕ СЛУЧИЙ НА ПАРУ ЛЕТ А НА НЕСКЛИКА ДЕСЯТКОВ ЛЕТ ПОТОМУ ЧТО ПРОИЗОШЛИ ДВЕ ОЧЕНЬ БАРУЛЯ БОЛЬШИХ ВОЙНЫЙ И ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МНОГО МАЛЕНЬКИХ И ЭТО ВЛИЯЕТ НА ЛЮДЕЙ И КАГДА ВОЙНА ЗАШЛА В УКРАИНУ О ЛЕ СУРИЯ ИЛИ В СИРИЮ О ЕШЬ МАЦАВ ШАМ БЕТАЙУАН ИЛИ ТАКЖЕ НЕСПОКОЙНО В ТАЙВАНИ О БЕН ГОДУ ВЕ ПАКИСТАН ИЛИ ВОЙНА МЕЖДУ ИНДИЯ И ПАКИСТАН О БАФГАНИСТАН ИЛИ В АФГАНИСТАН О ИЦЛЕЙНУ ПО ИЛИ У НАС ДЕСЬ Люди начинают наполняться страхом БЕХАРАДА БЕСПОКОЙСТВАМ И НЕ ЗНАЮ ЧЕГО ОЖИДАТЬ И ТЕГДА ПРИХОДИТ ЕШУА И ГОВОРИТ НАМ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ СЛОВА И ГОВОРИТ НАМ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ СЛОВА И ГОВОРИТ ИДИТЕ И НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ И ПОГРУЖАЙТЕ ИХ ВА ИМЯ ОТЦА СЫНОЕ СВЯТОГО ДУХА КАНАХНУ ШУМИМ МИЛА АВ КАНАХНУ МИКАБЛИМ ЭТЗЕ КЕМАШУ ИЩИ И МЫ ПОЛУЧАЕМ ЭТО НАЛИЧНОМ УРОВНЕ Я ДУМАЮ, ЧТО ЭТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВА ПРОТИВ ЛЮБОГО СТРАХА КАНАХНУ МИКАБЛИМ ИТГАЛУТ АЛЬЛУХИМ ДЕРЕХ ИШУА МАШИЯХ БЕН ИЛУХИМ КАК НАПИСАННО ТАКЖЕ ПОГРУЖАЙТЕ ИХ ВАИМЯ СЫНА АС ПЕТОМ АНАХНУ ЮДИМ АЛАВ ШЮУ ГАМ МИНАТРЕЛЬ ХАТАИМ ШЛАНУ ВЕШУ ДЕРЕХ ВАИМЕТ ВЕТОХ АБАЛАГАНА ЗЪ ПЕТОМ ЕШЛАНУ ШВИЛ И ПОССРЕДИ ЭТОВА БАЛАГАНА У НАС ЕС ПУТЬ ВЕКСЯ НАХНУ ШУМИМ АЛАВ ШЮУ КРУХ АКОДЕШ НОХЕТ АЛЕЙНО И КАК ДУХ СВЯТО ПРЕБЫВАЕТ НА НАС ИСПОЛНЯЕТ НАС ПОНИМАНИЕМ СИЛАЙ И ДАРАМИ ВЕНАХНУ ЙКОЛИМ ЛАЗОР ГАМ ЛЯХЕРИМ ТЕДА МЫ МОЖЕМ ПОМОЧИ ДРУГИМ ПОТОМУ ЧТА НАРОДЫ НАХОДИТСЯ В СТРАХИ ПОЛУЧИТЬ ОТ БОГА ТАКУ ЗАДАЧУ КАК ПИНХАС ЗАКСАВ ЛАЗБИР ЛАЗБИР ЛАЭНОШИМ АЛАВАТ АВ ЭТА ДЛЯ НАС ОЗНАЧАЕТ АБЬЯСНИТ ЛЮДЯМ ПРАЛЛЮБОВЬ АТСА АЛХЕСЭД МА ШЕКИБАЛЛНУ БЕ ЙЕШУА АЕГО МИЛОСТИ КАТОРУ МЫ ПОЛУЧИЛИ ЧЕРЕЗ ЙЕШУА И ШТО ОНА ПРЕДОСТАВЛЛЕНА ВСЕМ И КАЖДОМУ И ШТО У КАЖДОГО ЕСТЬ МЕСТА И ЦЕЛЬ ЧЕРЕЗ СВЯТОВА ДУХА ОН ПРИЗИВАЕТ НАС ОН ПРИЗИВАЕТ НАС ДВО НАМОД БАБО, ПОВСТАНЕ И ПОМОЛИМСЯ ТАТА ТОРА КАТОРУ БОГ ДАЛ НАРОДУ ИЗРАЕЛЬСКОМУ РУКОЙ МЕЕСЕЯ КУМА АДОНАЙ ВАЯФУТСО ОИВЕХА Я МОЛЮСЬ ГОСПОДЬ ШТОБ ТЫ ДАЛ НАМ ГЕРОИЧЕСКИЙ ДУХ КАК У ПИНХАСА В ШТОБ ТЫ НАХНО НУХАЛЛИ СЛУЖИТ ТАМУ ПРИЗВАНИЮ КАТОРУ ТЫ ДАЛ НАМ Я МОЛЮСЬ ОТЕЦ ШТОБ ТЫ НАПОЛНИУ НАС ГЕРОИЧЕСКИМ ДУХАМ НЕ СТЫДИТСЯ БЛЛАГОВЕСТВОВАНИЯ МЕССИЯ Я МОЛЮСЬ ЧТОБ ТЫ ДАЛ НАМ КАЖДЕМУ РУКОВОДСТВА ЛЕФАМИМ АНАХНУ МЕССТАКЛИМ ОЛ АЦМЕЙНУ ВЕХОШВИМ А, МЕСКЕН АНИ ГИДОН КАХА ЭММАР ГИДОН СКАЗАЛ КТО Я ВДОМИ ОТСАМАЕВО ГАМ ПИНХАС ПРО СЕБЯ ДУМАЛ НЕЧТО ПОДОБНЕЕ ГАМ РАБИМ АХЕРИМ И МНОГИ ДРУГИ АВАЛ АНИ ХУШЕВ ШЕЗЕ ДАВКА МАКОМ НАХОН ВЕТА УМЕР ЛАДОНАЕ ХИННЕ НИ ШЛАХАНИ КАГДА ТЫ ГАВРИШ ВОТ Я ПОШЛИ МЕНЯ АБА АНИ МИТПАЛЕЛ АВУР РАБИМ БАКАХИЛА ШЕЛАНУ ВЕТИХАЗЕК ТИХАЗЕК ОТАНУ УКРИПИ НАС ВСЕХ БА ШЕМ ЙЩУА ХАМАШЕХ БА ИМЕ ЙЩО МЕСЪИЙ АМЕН АМЕН